Врачи больницы в Барке теперь участники заседания Думы. Их больницу могут закрыть, пациентов распустить по домам, а врачей уволить. Прояснять свое будущее, медики поехали к депутатам. Нельзя терять такую базу, нельзя разбрасываться тем, что накоплено годами. Но дело в том, что мы оказываем помощь всему населению, прилегающему Никаутского района, Бритовского района. К нам едут из других областей, едут на специалистов, на квалифицированные персоналы, на хорошие условия пребывания. Дело в том, что в кризисные времена Ярославская область не в состоянии финансировать больницу за свой счет. Ведь помощи из центра нет. Из-за этого могут закрыть стационар, скорую помощь и поликлинику. А на 2000 пациентов останется только офис врача общей практики. Остальное отдадут психоневрологическому интернату. Людям придется ездить в районную больницу. Это 30 километров на автобусе. Но местные жители убеждены, квалифицированную помощь можно получить только в Барке. Скажите, а вам известно на сегодняшний день, что, например, и учителя из школы поселка Обтяк едут не в районную больницу, а обращая мимо в поселок Барок, значит, там хотят получить. Я так понимаю, видимо, они считают, что там более квалифицированная медицинская помощь. Больница в Барке давно пользуется заслуженным уважением. Собственность Федерального агентства научных организаций. До 2015 года агентство ежегодно выделяло на содержание медучреждения более 31 миллиона рублей. Хорошее финансирование позволяло больнице всегда быть на высоте. У нас прекрасное здание, двухместные палаты. В каждой палате туалет, раковина, выход на лоджию. У нас из оборудования маммограф, который присутствует только в угольческой ЦРБ. По ЦРБ я не слышал, чтобы были маммографы. У нас рентгеновский аппарат, прекрасный аппарат, УЗИ, эндоскопическая стойка. Оборудование все работает, мы на нем работаем, ничего не простаивает. И непонятно, почему надо нас ликвидировать. Сейчас ФАНО прекратило финансировать больницу. Учреждению приходится существовать на областные средства. Всего 7 миллионов рублей. И на сегодняшний день ни копейки финансирования из федеральных средств на содержание этой больницы не поступило. И поэтому тот разрыв между деньгами областными и теми, которые были всегда в этой больнице, он приводит к росту кредиторской задолженности, невозможности содержать здание, невозможности оплачивать зарплату. Выслушав все аргументы, депутаты сделали свой выбор. 34 проголосовали за продолжение местного финансирования больницы до конца года. Двое воздержалось, против не проголосовал никто. Вскоре после заседания Думы в Барковской больнице открыли стационары. Стало известно, что федеральные средства в учреждении все-таки будут, но по принципу подышевого финансирования. Сколько человек больница вылечит и сколько на это затратит, столько средств и впоследствии и компенсирует. Эрика Виль, Валерий Баранник, специально для КПРФ ТВ, Ярославль. Редактор субтитров А.Семкин